Я сейчас сяду в эту машину и уеду в Челябинск. Вообще круто. Я съел таблетку по бейсболу от головы и мне стало хорошо почему-то очень сильно. Чисто такой алкаш батя с утра проснулся. Так что если кто-то там скажет, что есть какие-то трудности, трудности только у вас в башке. А перед просмотром видео рекомендую вам провалиться вниз в описании под видео. Клацать там по ссылке и вы найдете источник силы. С которым вы можете ставить сильнее, увереннее в себе, здоровее и достичь своих целей. Три гайда ждут вас и скоро их будет гораздо больше. Всех обнял, поднял, заплакал. Всем В8. Послушай. Такой семейненький выхлоп. Семейненький. Блин, даже на что похоже. Это серая банка. Слушай, а бенцом пахнет жесть. Прям. Прошло, да, значит. Там что-то. Вообще. Часто даже дышать аж так. Серьезно. Да, да. Очень сильно. Ой-ой. Выхлопом прям. Выхлоп. Объясни, что случилось. Потому что мы когда ехали из Пугачева, мы как бы это не снимали. Потому что мы все были в переживании. Чего? Выхлоп развалился к херам просто. А для чего это могло быть за НАТО? А из того, что огромное количество мощности. Огромное количество воздуха, которое дует. И те режимы безбашенные, в которых мы ехали. В том числе, мы же там по горам долбили. Ну, там по Хвалынскому. Там прям. Последний вечер, я помню, просто когда спуск с горы там просто. И скорости были. Восемь и сто просто. По лесу. Потом я еду, что-то слышу, что-то звук посторонний появился. Сначала чуть-чуть, потом чуть-чуть. А потом просто он вообще развалился. Видимо, просто все, что было по драха, развалились. Сейчас, кстати, пахнет скверно очень. Типа, херня. Завтра сделаю. А, да? Да, разберусь. А выхлоп менять не надо, типа? По гарантии. Нет. Если надо будет менять, поменяют. Проблемы. Гога, видео называется «Рам не доехал до Пугачёв». Громко, громко. Ну, по факту он не доехал, типа, полностью целым. Ну, вот так вот. Ну, чуть сломалось там что-то. Да не, он доехал, блядь, полностью. Доехал четко, да. Не, ну чуть-чуть сломалось получается. А ты скажи честно, что мы для привлечения внимания все это сделали. А для чего? Чтоб увидели добрые дела. Для просмотров, чтобы люди увидели добрые дела. Я в жизни эту херню не стал показать. Ну, блядь, ну, подумаешь, выхлоп. Ну, и что такого же будет? Чтобы вы понимали, провокатор Владос. Да, да, да. То скажут, типа, Влад! Это его идея. Это чисто Влад Пауэр, сильный оператор. Так что, ребята, Рэм доехал, очень круто. Катались по таким темам, что, ну, обычную машину не вывозили бы. Ездили там, где Волги срать боятся. Не то, что срать, а не дышать нам боятся. Ну, так, в целом, расскажи, как тебе поездка на РАМе? Очень круто. Я понял, в каких режимах на нем комфортно ехать. Угу. По скорости. Ну, и, конечно, это бешеный запас мощности. Признаешь, если на обычной машине суешься и такой... Ну, и фуру обгоняешь. Я тут сунулся, раз нажал, ты уже, как бы, уже три фура обогнал. Ну, вот с дизельным сравни его. Где-то дизельный хорош, где-то этот получается, да? Дизельным во всем лучше. Серьезно? Ну, в плане поездок, да? На дальняк дизельный лучше, ребят. Ну, как бы, я честно говорю. Комфортный, он тише, он мягче. Он гораздо мягче. Дизельный рам – это просто лучшее, что было из-за рамок у меня. Переключение. У нас полный багажник всякой ерунды. И у еще таких, если брать в объеме, багажников 100 уже в Пугачеве. Ну, либо на пути Пугачев. Мы сейчас выезжаем в славный город Самара. Зал, где тренируются спортсмены пода. Проражение опорно-двигательного аппарата. Большая, веселая компания. Второй автомобиль, который у нас есть, уже традиционный, это Subaru Forester. Компания Subaru, точнее Subaru.ru, предоставила нам этот шикарнейший автомобиль для поездки на дальнячок. Кто помнит, это был у нас и при «Снать чемпионате мира», это было много-много-много чего интересного. За рулем у нас Бруталий Орехов. Короче, компания у нас из двух машин семи человек. И еще там уже в Самаре нас встретят пять человек. В лице, точнее, Андрей Николаевич Зайкин, Виктор Евгеньевич Блуда, Илья Пушка Тарасов и Виталя. А, четыре, все, сбился со счета. Yes, yes, yes. Вот такой шлавной компанией, шлавной пришлавной компанией. Мы на двух тирекциях и на одном форестере, на двухлитровом вариаторе. Поедем рассекать по волжские просторы, творить добрые дела, мать их уететь, ребятушки. Твори добро, оно не западло. А что вы без меня записываете видео? Я что, просто так что ли еду? Я сейчас сяду в эту машину и уеду в Челябинск. Холодно, хочется спать. Москва сбила мне режим. Едем путешествовать. Детская площадка, оборудование в зал к тренеру. Оборудование в парк. Спортивное. Дезинфиконная кабина германская в самое проходное место города ДК. Пятое, это что у нас еще? Это спортсмены пода Самарской области. Самара, точнее. Куда мы сейчас едем? Сарычев Кирилл на раме. Я в Субаре в дворике. Он дурак и я дурак. Отлетели дворники. Ха-ха-ха-ха! 200 километров, но оно, знаешь, вроде есть на 200, два раза обогнал и как бы у тебя уже едет не на 200 потому что мы сейчас за все время впервые попробовал ее на спорт режиме поехать, интересно было как поворота она на скорости очень крут, конечно, но расход такой с 20 до сразу 22 литров на сотку то есть машина ест по трассе где-то, если не разгоняться больше 17 километров в час, машина кушает 21 ты как? нормально, сплю в субарике, все хорошо комфортно? страшно так почему? не знаю, все равно когда по трассе я еще чуть спиной легла и там вот это газ, тормозит, как блядь, ладно фракшик походит, говорит, а ты что взял? нет, она добыла, блядь, какой это регион, где мы вообще находимся? бля, ребят, я так не выспался, вчера в 5 утра уснул, сегодня нет сна, я худею по холодным глазах, скоро буду 60 я вам сейчас покажу человека, который хотел на мотоцикле проехать 1100 километров, какой 1100 хуя, да до Самары 1100 еще до Пугачёва 1300, а знаешь, что он мне сказал? а кой, если устанешь, что-то вот будешь, бля, лягу, смотри, поедешь за ружем ты без прихуенный план, Уолтер, блядь, надежный, как швейцарские часы как дороги? охуенно так, пацаны, давайте, что по правильным питаниям? Марс, батончики, которые, ну вот эти рекламировать нельзя поймал коммерческую жилку ой, Виталий, там взнуло, что ли? чипсы, чипсы яблочные как дорога? вот так у нас валидольные моменты были, там прям авария? аварийно-ситуационные фура прям на встречку выехала, сука ну ничего, АБС сработал а знаешь, как называется новая АБС система? Вась, как он называется? ааа, я не помню, Евровизия, что-то такое там Евровидение, бля Евровидение ну мы запомнили это как кончита вюрск кончита вюрск и на тормоза жмет, если ты, короче, если у тебя сил не хватает вюрск так Вась сказал, я не знаю, как это все называется у меня Хонда, у которых нету ни АБС, блядь, ни гидрача самар городок а беспокойная я ну вот, ребята, участники команды крепкое звено Александр Клубняков занимается уже много лет он мастер спорта международного класса на последних соревнованиях в своей категории 75 кг он сжимал 170 кг Андрей Цитов Максим Варокин вот, к сожалению, то есть не все участники на данный момент в городе два участника у нас сейчас на обучение в Москве с десятого года я потерял ногу в 25 трофе ну у меня не работает нога, не функционирует полностью то есть проблемы со спиной вот, там, грыжи, позвоночник сам поврежден тоже в основном нажиме, то есть становый, допустим, сделать не смогу в 99-м году диагностировали рассеянный склероз тоже по больницам валялся потом на инвалидность меня определили зрение пропадало и слух, и чувствительность ну как-то я начал искать себя задумался, чего мне в жизни не хватает думаю, не хватает штанги это стандартная лавочка профессионально соревновательная могучая стойкий жим-присед как бы она у нас идет, она у нас заказана чтобы не заказывать отдельно целую лавочку специфицированную под дивизион пода мы просто сюда вместо вот этой вот скамьи мы просто сейчас сделаем другую чтобы она вставлялась и взаимо это давайте как-то это попробуем большая благодарность вам и вам тоже нужно экспертное мнение как она вообще? достойно? достойно, очень достойные стойки а вот если бы кто-нибудь попробовал из здоровых попробовал, да? я попробую, мне интересно ощущение того, почему теряется вес, который вы поднимаете всегда а голову нельзя а голову нельзя вот и все что судьи скажут? не за чем не за чем не за чем это вообще другое движение это все равно что сейчас сесть и начать под углом жать ты полностью на спине лежишь, ноги отключиваю честно говоря то есть вот по качеству сборки стойки но и не лукавить душой я думал, что будет хуже я приятно удивлен то, что стойка именно такого качества именно такой комплектации то, что будет и страховочные углы а нам очень проблемно то есть мы когда поднимаем нам иногда нет тех, кто у нас нас страхует да, то есть у нас нет тренера нет ассистентов мы страхуем сами себя шикарно! редкий момент в жизни, когда ты себя чувствуешь человеком ну как бы как это сформулировать я не знаю в Москве жизнь она тебе замыливает глаз в Москве жизнь она настолько стремительна и там очень многие идут по головам людей понимаешь, такое становится ощущение, что там все ненастоящие но это только ощущение это не из-за этого потому что если прям там ударяться я не знаю, в физику это как, знаешь, вода холодная и кипяченая холодной воды в воде же, вы знаете атомы быстрее двигаются так же в Москве там все так все взаимодействуют друг с другом вода кипит в ней все варится, мутится а тут все какие-то живые настоящие эмоции вот эти вот да, вот такие какие-то как бы мы же не делаем это ради тщеславия я просто вам сейчас объясню одну прописную истину мы когда с Андрюхой встретились впервые сели обсудить что вообще мы будем делать так сказать в рамках сначала нашего сотрудничества потом мы просто уже подружились это вообще была помощь людям вот клянусь это было кафе соседи это был 2019 год мы с Андрюхой сели обсудили это знаете, как-то оно сразу оно не зашевелился процесс то есть сразу у нас не получилось с насколка взять знаешь, что-то делать а потом как-то оно все как-то так начало естественно все получаться у нас нету абсолютно ни у одного, ни у другого вот бля, за что я просто вообще вот с этого я прям вообще кайфую ни у одного, ни у другого ну, оба взрослые нету того, что кто кому больше раз сказал спасибо кто там кому вот это вот, знаешь как ты понимаешь, да? вручил подарок и кто там считает что от кого эта инициатива пришла или кто кому там написал в инстаграме вообще настолько пофигу просто делаем вдвоем одно общее дело вот это прям вот круто мы сейчас едем дороги вообще нету кто гоняет Пугачёв Самара тот знает или там Самара-Саратов вот здесь этот участок там где-то мы соточку объехали от Самары просто нет дороги сейчас вот не доезжаем Маринке еще чё-то будет Маринка просто там колдобины я могу руль отпустить она будет ехать прямо понимаешь вот вот где стихия этой тачки мне едет там 200 я не знаю 15 км в час мы едем посмотрите у меня хоть руль бьет от меня отстают все а я как бы еду вообще даже мы с чё-то разговариваем если сейчас выхлоп закроем то еще и шутки будем шутить понимаешь вообще по хрену мы декабли Остановка ты сказал важная да у меня отец постоянно здесь останавливался белеши брал Влад есть что-нибудь от головы? не знаю но у тебя точно есть что-то от волос слушай как я сейчас на ней прокайфовал по салоам ежиш congressional кочком, блядь, руль просто вообще вот охуеть. А я почему-то на нем еду быстрее, чем на нем. Субарик нормальный. Он вообще нормальный. Он короче, после сотки едет лучше, чем до сотки. Еще. Четыре. Яйцо-лук хочу. Яйцо-лук. О, яйцо-лук надо. Пирожки будешь? Пирожки. Как думаешь, они не из кошки? Нет, тут хорошие из кошки. Да, ну тогда будут. Ты не на 9 разу? Не, я просто стараюсь там не есть типа шоколадки, всякие там кока-колу с сахаром. А так в целом я мучное покушаю. Ну у меня в принципе нормально. Ну так, чуть-чуть. Нормально. Я с ним на диете? Почему на диете? Я за жевачку. А пирожки? Нет. Ну один пирожок тебе. Да нет. В общем, ГТК привезли. Ну короче, везде все привезено. Нужно будет только сейчас дождаться ребят с Амара. Кирилл, ты столько ездишь и не устаешь. Как ты вывозишь? Горилла-энерджи. Новый вкус. Без сахара. Топовая, да? Ммм, превосходно. Слушай, мне очень нравится. Какой классный. Не надоедает. Потому что это Горилла-энерджи. Горилла-энерджи. Кофеин плюс Таурииллз. И ссылка к этой рекламе будет в описании. Когда ты сюда зашел, отрегенерировался, проверил температуру свою, вот так вот, пиинт, такой датчик. Тебя обдало всего со всех сторон. Здесь где-то должны быть, а, вон сверху. Дизинсвектором? Вергзюкшмахшин. Это что-то, ну, приятное звучит, да? Да, это бабочка. Тебя, как мило, бля. Вергзюкшмахшин это бабочка на германском. Виталий, как тебе в целом? Деревня в деревне. Не прочувствовал еще, да, пока? Да почему? Я из такой же примером деревьев. Комсомолец, поселок комсомолец в Уснайской области. Ныне сейчас называется. Карабалык, это Казахстан. То есть я родился в казахской СССР. Давай я тебя отвезу сейчас тогда сразу в это фэш, сейчас эти ребят оставлю, а тебя потом за ними ребят вообще заезд заберу. Давай. Замотивируй ты, молодежка, который сейчас живет где-то в жопе, но хочет вырваться. А что мотивировать? Ну, если у вас есть амбиции, если вы хотите как бы что-то в жизни добиться, то, как правило, ну, сделать это внутри маленькой деревни сложно. Можно, конечно, добиться определенного уровня, что-то открыть в своей деревне. Я мотивирую молодежь. Что мотивируешь? Короче, ну, типа, Влад говорит, мотивировать молодежь, которые вот из деревни, из Ебеней. Вот как вам развиваться? Лучше оставаться или лучше переезжать? Ты как считаешь? Я считаю, что если хочешь определенного уровня достичь, вообще, в принципе, то нужно двигаться, передвигаться, переезжать там в город, в Москву. Ну, подожди, смотри, а чего? Вчера с Машей сидели. Местный. А, он местный, да? Он фермерством занялся. Смотря в какой стезе ты это. Согласен. Если ты хочешь стать великим актером, ну, да, наверное, не лучшее место, маленький город. В зависимости от того профессия какую-то. Для себя я понял, что в моей деревне у меня перспектив никаких. Поехали, я тебя отказываю. Мне это такой климат комфортен, потому что я крайне люблю, когда жарко. Ну, я южный, типа, че. Ты не потеешь, что ли? Не, потею, конечно. Я... Так я живу каждый год в Грузии тусил, всегда скучал по допросу. Пью тыквенный сок, напиток карбюэль. Ну вот, карбюэль. Карбюэль. Минералку добавить, и вообще будет лимонад топ. Жвачка, смотри, у кого больше мозгности, Кирюха спрашивает. Триста шестьдесят дом. У меня пятьсот. Триста. Шестьсот. Тушка. Глажка. Мойка. Глажка. А что, мойка у Гочи? Ну, а что нет? У нас бизнес-план. Мы, короче, ездим, заезжаем в семинарник, разбасываем говно по всему городу. Прям в кузове сидит Гочи на лу. Я и пошел, и прям говно бросает в машины. А на говне визиточка. В говне вставлено. Типа, мойка у Гочи. Ну, теоретически, бизнес-план. Зачем это? Ну, по-быстрому накидали. Все собрались. Наша бравая банда в количестве одиннадцать человек. Сейчас едем в ДК, мы там поставили кабину дезинфицирующую. Потом мы поедем в сторону первой школы, там мы оборудование ставим. Потом поедем на детскую площадку, и завтра днем приедет оборудование в парк. Бан такой. В дезинфекции быть. Даешь бациллом бой по зубам. Хорошо. Торжественное прерывание красной ленточки состоялось. Ножниц нету. Парни мои простые, силы много. Пусть мама гордится. И бабушка. Заходи, заходи. Меришь температуру. Меришь температуру. Руки. Руки че куда? Ну вот, да. И подходишь. Ай, блядь! Вот это прикол. Тихо. Короче, да. И тут пшш. Здесь пшш. И выходишь, да? Да. В общем, вот мы как с Андреем Николаевичем. Как себя чувствуешь? Очень хорошо. Я съел таблетку по бейсболу от головы. И мне стало хорошо почему-то очень сильно. Так. Не знаю, как это работает. Абратно, брат. Абратно, брат. Аккуратненько. Вот, вот. Тихо, тихо, тихо. Я не проходил. Я не проходил. Я с вами, мужики, давайте. Опа! Я, короче, у меня профессия. Я устроился бездобол под руку называется. То есть это чисто... Ну, я долго учился на эту вакансию. А там под трудовую сразу? Ну, конечно, официально. Белая? Да, все белое, чистенькое. Государственная должность. Вот, так что, если вам нужен человек, который будет орать под руку, там, как нести, как браться, проходит, не проходит, не убейте стену, пишите, пожалуйста, ссылки в описании. Ну, блин, ну, она тоже трудовустраивается, потому что в белую работать. Да. Вот на этой штанге, смотри, как сраненько она сварена. Вот на этой штанге я выполнил своего мастер-спорта. Так что, если кто-то там скажет, что есть какие-то трудности, трудности только у вас в башке. Виктор Евгеньевич, вообще он какой здоровый, я дома тренируется. Блок к груди и к поясу, это самое главное, это место того, которое я ломал очень долго. Ну, и много. Пресс, здесь пресс, разгибание бедра, да. Разгибание бедра, биццесс бедра. Двойной станок, станок двойного назначения. Ложишься, здесь подушка будет. Лег и сделал биццесс бедра, разгибание бедра. Сел. Это вы любимые. А? Это вы любимые. Да, моя любимая, очень хорошо нагружает. Бабочка, она на грудные, она на грудные и она на задний пучок. Как биццесс? Хорошо. Спасибо, Владос. Сюда пять, туда четыре, в парк завтра приедут. Пять, четыре, детская площадка и кабина. А еще в Самаре же мы вручили с Андрюхой. Так, заявленные ингредиенты. Хлеб домашний, печеный. С чего сделана эта штука? Еще раз помню. Куриная печень, масло сливочное, яйца, яйца. И вот эти, не ваши эти, там, московские, говеные, эти вот эти яйца. Куриные, желтые, желткие здесь, курочки сами клюют все. Ммм, вот врет, а приятно, а? Очень вкусно. Как в целом, с виду? Рытый ящик. Корабль космический. Но только не покормишь этот корабль. Это не для нас. Надо свою бензоколонку иметь. Вот теперь просто дай газ в пол. Эмоции. Ну, мощная, нет? Нет, ну, мощная. Нет, ну, Кирилл, знаете, жрала бы она как АК, блин. Другое дело, надо было бы с тобой меняться. Это Subaru. Subaru очень вместительный. Давайте я вам покажу. Subaru Forester Sport, если быть точным. И компания Subaru предоставила нам эту машину. Уже в который раз помогают нам в эту дальнюю поездку. Зарекомендовала себя как очень мягкий автомобиль. Достаточно экономичный. Даже, кстати, очень экономичный. Битком. Гога. Смотри. Стол для армрестлинга. Телескоп. Много-много сумков разных. Всего-всего. У нас даже бульбомет здесь есть. На самом деле, вот знаете, рекламу, не рекламу там вот снимаем. Она комфортная, мягкая. Вот честно, вот я могу сказать своей дуре, чуть-чуть не хватает шумки. Все. В остальном классная тачка. Поэтому вот так вот. Subaru respect. Ссылки в описании. А кому вы хотите благодарность? Да! Да! Обязательно надо будет перечислить всех тех, кто принимал участие. Короче, это мы дарим вам. Спасибо. Круто. Вообще обалденно. Обалденно. Как ты? Хорошая площадка. Ну вот. Отличная вообще. А зачем? А зачем камера? Да просто снимаем как бы так. А здесь еще не все собрано. Видишь, здесь качели должны быть. Вот так. Вот так вот. Должны быть качельки. Просто еще ее будут бетонировать. Дружи мужики, потому что... Какая у тебя красивая машина. Я хочу перечислить всех, кто принял участие. Помощь в логистике, помощь в покупке. Это Роман Мамонов, Паша Калыга. И мой друг Виталий. Фамилию попросил его не называть. Вот. Но он сам за себя знает. Он говорит, Виталий, спасибо большое. Естественно, вся наша банда. Непосредственно Андрей Николаевич. Всем миром напряглись, натужились. И у нас есть детская площадка. У нас есть кабина, которую поставили в ДК. У нас есть оборудование, которое сейчас у тренера. И завтра где-то в 5 часов приезжает у нас спортивное оборудование на площадку парка. Это то, что извлечено было? Ну, ты сам понимаешь, да, как было? Ага. Это Советский Союз. Это реально Советский Союз. Это еще у меня в детском садике стоял, я помню, кораблик. Оттуда его выкорчевали и сюда принесли. Ну, ты сам понимаешь, посмотри на это. Угу. Это как будто бы... А, это то, что поставили. Кто помнит, ребят, видите вот это вот место? Самый малостив в лужах. Ну, это нормально, это Пугачев. Там он такой, этот, хоррор. Знаете, как будто мы на Припяти здесь, Чернобыль. Велик перевернут трехколесный. Когда сюда ехал, я думал и задумывал вот здесь вот поставить детскую площадку. Ну, чтобы детишки, потому что когда мы приехали, я удивился, какое огромное количество здесь детей. Ну, хотелось, так сказать, сделать вот такое здесь мини-это. Здесь есть еще одно место, у меня же в райончике, там дальше в глубине самого района, где можно это поставить. Подкопим еще ассигнации. И либо вот там чуть-чуть в глубине, ну, может, проедемся, я покажу вам место там. Там такой домик деревянный стоит, уже я не знаю сколько лет, лет 40. Либо здесь мы влупим такой детский, как нормальную детскую площадку, как стоят во дворах Москвы, в приличных ЖК. Что больше всего нравится на площадке? Где лазите больше? На горках. На горке? Они с вами лимонады. И нам на юге. Да. А конфет 40 рублей продавали тут. А что за дети? И нас разорили. А вон Ярик со своей сестрой. Ярик с сестрой? Вот и он тоже. Что бизнесмены юные? Сколько? Большой сказал 100 рублей. Ник, 100 рублей. Бутылка давай. Только одна бутылка? Ну, давай я вот тебе куплю ее. Давай. О-о-о-о-о! Только ты на всех. Петь косарей, Петь косарей. Петь косарей. То есть порвем, порвем. На всех, разменяйте? По 100 рублей всем разменять надо. Спасибо, Клизи дай. Пофантазировали, слово дали. Самое главное, что слово дали, слово сдержали. Держите слова, делайте все для родного дома и будет вам счастье. И самое главное, спокойствие на душе. Бизнес поднимать, по мясу ориентировать. Не, не, не. Дочь, ты грузин. Ага. Ты разбираешься. То бишь у меня в крови, ты а... Не, не, ты разбираешься. Окей. Все. Договорим. Ты разбираешься, в мясе шаришь. Ребят, это должны были быть грандиозные выпуски. У нас целый листочек из писан выпуска. Ну, а что, как вы думаете, случилось? Правильно. Все нахрен проспали. Все, блин. Воздух сладкий, пьянящий. Все опьянели, осладковели. И как бы... Вот такой... Короче, ребят, просто листочки все потеряли. И все. Не, листочки у меня с собой. А там шмотки продают? Да. Может мне пананку купить какую-нибудь? Толя, давай я с тобой ворвусь. Давай, короче, мы спускай, чтобы у нас не пропадал зря выпуск. И Влад, пленка вот эта. Смотри, у него как будто волос стало больше. Ну да. Да. Во-первых, чтобы хочу вас целью вести. Во-первых. Это секонд-хенд. Футболка секонд-хенда. Помнишь? Да, конечно. А во-вторых, сейчас я убедился в том, что Влад действительно нам не врет, когда говорит, что ему очень жарко. А, у тебя теплый шорт. Очень теплый шорт. Ну ладно. Давай мы, короче, тебя тоже переоденем здесь. Ты готов стать жертвой моды? Самое, самое, что есть, это кроксы. Я терис, сука. Я стиль. Я есть иконы стиля. Рысь, Виктория фэшн не хочешь? Голубинь. Мне шорты нужны, верь, большие. Тебе пойдет. А можно соленого чуть-чуть? 450. Ну, вот прям вот как-то половиночку. В ценных ориентируешься, брат? 450 сало на килограмм, нет? Чисто возьмем на ход ноги, чтобы накормить. Ты грузин. Ты специалист. Ты должен подсказывать. Мне даже тяжело находиться. Запахи мясные вот эти вот. Этот расцветает, когда чует. Сало отдал Димке, чтобы на всякий случай я его не съел. Ты вообще отправил его? Крем. Пусть? Ну, он настолько сливочный, да, что мне тяжело. Вроде сладкое, да? Да, конечно. А что это у вас здесь такое? Пропадает сало со сметаной. Вообще, магазин с пакетами. Тысячу лет такого не видел. А раньше, помню, на рынке реально были такие. Вот это стиль. Учитесь, мужики. А то вы всякие покупаете, там, луи-виттон и всякие, там, эти сумочки всякие. Кучи, шлюки. Знаете, скотч фэшн. Под диванчиком хорошо хранить. Это ночнушка. Да не надо, на что подумаешь? Где ночнушка? Это ночнушка. На ком на месте ночнушка? Нормально. Скажите, что ночнушка? Да, да, да. Нормально, нормально. А где не ночнушка? Вот это не ночнушка. Вон красивый. А халат с щекастым ратом. Самый щекотливый цвет фиолетовый, середнего. Да, это такой, 50+. Такой, да, да. Но он королевский. Вообще круто. Очень круто. Какой люкс, детка, ебать. Дашь номерок? Тоже затягивай. Ты что плюешь? На хутор. Оригинал же? 100%. Да, да, 100%. Гуччи. Нигерасия. А вы что думаете? Ну ты как надеваешься? Как я надеваю? Еще первый раз в жизни носки круто. Кирилл. Все, засовывай, засовывай, ты не понимаешь в моде, засовывай. Кайф, да он бывает. Да он не дрялый. Это я его порвал. А вот эту надо подлиннейше надеть, чтобы контраст был. Все, оригинал и вот 1800. С грушами. Я бы белую взял бы, да. Вот, с грушами, братан, давай. И с арбузиками есть, смотри. А есть? Ну она черная, видишь? Какая? С арбузиком, вот. Она там же второй. Не, я в ней тонуку охотил. Зеркало может. Я сегодня фруктозный. Потому что, понимаешь, как бы нужно подчеркивать то, что ты презираешь мясо. Да нет, он просто презирает мясо у нас, наш друг. С арбузиками. Да, и он ест арбузики и бананы. Примерить можно? Ага. Смотрите, можно Евгеньевичу еще купить. Так, Сань. Хочу еще вот это померить. Давай. Блядь. Я сейчас зарвусь от смеха. Так стиль, конечно. А вот это? Во. Вот это нормально. Вот это тоже. Окей. Мне нравится еще вот это. Вот зеленое. 9XL, юбать. 9XL. Если вы думаете, что я вру. Ну, у меня там нормально. Нормально? Слушай, кепочка, стиль. Давай, я себе такие возьму. Не надо поменьше. Поменьше это уже не стиль. У нас своя волна. Чисто такой алкаш батя с утра проснулся. Когда искал медь, но нашел золото. 10XL. Давай? Куповый. Тогда мне ценники покажите. Так, первое. Это 600. И что, у нас тоже 600. Вот размером может 600. У вас заптовые закупки есть скидки? Или нет. Мне вот такую нужно. Балансиаго такую же выпустил. Я хочу, чтобы у меня был такой. Все, идеально. Беру. Сколько она стоит? А мы сейчас скажем 270. О! Нормально, нормально. Мочалка. 100 рублей маленькие, а вот 150 вот эта большая занимает. Такая. Давайте длинем. А сколько стоит вот эта сумочка? А мы сейчас скажем, здесь у нас цена у нас есть. 600 рублей. Я беру. 100% будет вот здесь одевать. Говоришь, что Origin. О! Катю, тебе надо что-нибудь? Диор, может быть, Ванс. Супреме. Нет, у меня. Супреме. Вот, хорошее. 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 Стой, да. Дай сфоткор. Берем. Знаете, таких собачек, которые как бы он сам близко посажен. Я не жирный. Твоя киса. Мне кажется, это цена брать. Люби меня. Я не жирный. Это парк. Сейчас я сниму, дабы не только здесь было, но и в моем телеграм-канале. А те, кто не подписан на мой телеграм-канал, рекомендую подписаться. Потому что там весело, задорно. Чтобы быть на стиле, обязательно нужно носить оригинально. Ну ладно, мочалку можно отдельно. Какая, прям, вот, прям душу очистит. А теперь расстегни. Алкашечка. Алкашка. Белая, хэбэшная алкашечка. А не ваша, ваша. Главное, она прям, вот, она освобождает там, где надо, и подтягивает там тоже, где надо. Аккуратно, только. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все по очереди, все по-братски. Андрей Николаевич, это вот, думаете, что это, я что ли? Нет, это не я, это вот Рысь Чихает стоит здесь. А тут мы с Андреем ездили как раз вот в Петрозаводск, с Вадимом Маркеловым пообщались. Греются на Пугачевском солнце, а так грелись бы на земле обетованной. Практически пожизненные гарантии у них оцинкованные стоят просто жуть, кажется. Такой тренажер мы уже видели, камня для жима. Если ты так сложил, ты можешь подделать эти зверучки, ты можешь подделать тягу вертикальную, ну, то есть такую там, да, то есть потренироваться. Оп, оп, оп. Здесь у нас, получается, грузы. Разложил, лег. У тебя получается уже это что? Это жимовая с камня полноценная. Здесь трицепс стоя, стоишь, качаешь. Очень прикольный тренажер. Короче, это же вверх с конверсией. У меня один из самых интересных, ну, как лично для меня, тренажеров. Я такого, если честно, еще даже и не встречал, и не видел. Это жим стоя. Тренажер для вертикального. Это вертикальная тяга стоя. Ты понял, что это такое? То есть ты стоишь и вертикальную тягу делаешь. Это как подтягивание. То есть он сейчас там зафиксирован, примотанный, вон, скотчен. То есть как бы ты к себе подтягиваешь. Прикольно. Это подтягивание стоя. Вообще кайф просто. Ну, в общем, собственно, все. И уже остальные веса здесь. Все. Это резина, которая закрывает, потому что все это должно быть прикручено жестко к полу. Мечты сбываются с Кириллом Сарычем. Я думаю, это круче, чем Газпром. Вообще, на самом деле, жить у нас очень много людей занимать спортом. Реально уже. Прямо становится здесь место, где прям и утром, и вечером. Плюс ко всему, по комфорту, среди нам там 200 квадратов асфальта, еще 4. Я думаю, гораздо не такие. Попроще будет. Что там на 100 тысяч, что они могут нам поставить? Но, тем не менее, и еще 2-4. Больше коллаб. Мы обязательно читаемся, обязательно все покажем. 1 августа, если все будет установлено. Где есть возможность там это? То не себе, то людям. В финале это путешествие благодарностью огромной Вадиму Маркелову, всей его семье, Петру, Петр. Это сын Вадина, Вадима, который помогал нам все сюда доставлять, за логистику отвечал, за подбор тренажеров. Большое спасибо всей семье. Немножко уже мы измучены высоким и горячим солнцем Пугачева. Здесь у нас резко континентальный климат, в котором солнце прям, не знаю, 30 плюс, там, 35 плюс. Тренажеры на месте, тренажеры доставлены, детишки все уже облепили. За что большое спасибо. Естественно, мы будем упоминать во всех соцсетях. Ну и, как все говорят, старики и православные бабушки, молиться за вас будем. Такой темп, столько всего успели мы поделать, хотя вроде бы ничего не делали, но много. У нас же, может быть, ребята-инвалиды были, помнишь? Да. Там сколько всего еще. Здесь получается у нас. Детская, у сенсею мы, здесь и кабина. Да, здесь четыречная. Да, на кабине, слушай. Ну, очень здорово, надо продолжать. В первую очередь своим, как говорится. Помогаем. Вот, важно быть лично, чтобы своим примером показывать. Вот, спорт прям это, спорт это жизнь. Родина хорошая, приветливая. Мы это делаем исключительно с Андреем вдвоем. Плюс еще какие-то люди, там, меценаты, если присоединяются. Делаем от чистого сердца и от части заработанных денег. Двою десятину мы в мир приносим. А если у вас есть залы, которые вы считаете, что достойны того, чтобы быть, как, Андрей, у тебя же это, есть уже лекало, да, по которым вы играете? Да, да, ну, уже как-то так отработанная схема, то есть, там несколько составляющих. Первое, это уважительное обращение, то есть, эй, дай лавку, эй, вот это вот как бы, ну, это не работает. Оно до сих пор продолжается, что ли? Серьезно? Да, что удивительно, прям, я не знаю, как это. Ну, наверное, это шутки, я только это могу понять. То есть, важно приложить подробный рассказ в зале о сообществе, которое в нем тренируется. Часто бывает, что много именитых спортсменов, причем, ну, как бы, не обязательно, там, пауэрлифтинг, жим лёжа. Часто бывают какие-то другие виды спорта, знаменитые гиревики, тяжелоатлеты, атлеты даже, там, ну, все же занимаются железом. Это определяюще, все-таки, это большое количество молодого поколения, все-таки, потому что надо вкладывать детей. То есть, личные свои залы, где занимаетесь вы, как бы, с братишкой, ну, пожалуйста, ребят, ну, мы... Вот это я помню, да. Слушай, у меня дома, смотри, я где занимаюсь, присылает гараж свой, человек. То есть, в частном доме человек себе может позволить в гараже поставить зал. Мне бы лавку поменять, но это, как бы, это прям... Муниципальные залы, городские, старые, с историей. Потом, люди с ограниченными возможностями, те, которые имеют, вот, большое желание заниматься, главное, успехи. Не с ноля начать, что, как бы, мы хотим тоже, да, это такое дело, знаете, ну, сейчас хотим, попробуйте, не понравится. Нет, должна быть наработана уже какая-то история спортивная. И, вот, если все это соблюдено, вы вполне можете рассчитывать на нашу помощь. Вот. Ссылочки на все соцсети Андрея Николаевича будут у меня в описании. Обязательно рекомендую подписаться, если вы хотите, не просто хихиха, а взрослый, тем не менее, веселый интеллектуальный контент, это все у Андрея есть. Потому что Андрей это человек в энциклопедии, у которого я сам до сих пор учусь ему, хотя мне 33 годика.